Значит, смотрите. Так, значит, смотрите. У нас есть сказка про белого бычка, про герсманиан, но давайте мы ее сегодня отложим. И займемся другими вещами, потому что сколько же можно. Займемся более простыми вещами. Вот я хочу напомнить, что у меня на сегодня две маленькие вещи были запланированы. Давайте вначале... Можете мне напомнить, ну я помню, конечно, но будет хорошо, если вы мне напомните. Что мы знаем про гомологию РПН? РПН? Да. А это перебывается в конце? С целыми коэффициентами. Давайте попробуем вспомнить более четко. Вот у нас размерности. 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Понятно, они живут до размерности n. Мы это все считали уже. Можете мне напомнить? 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Конечно, у любого линейно связанного пространства z. Да? Да. Да. Так. Давайте вспомним. Какой клеточный комплекс? Я вот как бы клеточный комплекс пишу под соответствующими... Вот такой, правда? У нас z в каждой размерности до n включительно. Это потому что у нас по одной клетке в каждой размерности при стандартном клеточном разбиении РПН и какие там были... Ну вот, вроде бы, как раз приклеиваем двумерную клетку... А, прям любую клетку. Давайте сначала одномерную к нульмерной. Ну, одномерную к нульмерной у нас один единственный способ. Да. Так что это, как что за гомоморфизм? Это нулевой гомоморфизм, правда? Ну, это уже и написано. Да-да-да. Это какой? Двумерную и поднамерную мы, как говорили, дважды наматываем. Дважды наматываем. Четно-мерную, это нечетно-мерную. Здесь чередуется умножение на 2 и 0, да? Это мы уже разбирали. Так какие будут гомологии, давайте вспомним. Ну, там получится z по 2z. Тут получается z по 2z. Ну, я вот так буду z2 вот так писать. Да? Потому что ядро – это все, а образ – это умножение на 2. Значит, мы гомологии изучаем в центре z. z. А группа получается z2. Совершенно верно. Мы взяли клеточный комплекс с коэффициентами z. Но, значит, фактор этих самых, как его, фактор свободных абелевых групп вполне может быть не свободный. Это понятно. Я просто, потому что когда напишем в гомологиях группу, это группа цепнового комплекса. Ну, это, это, эта группа, вот, h1 от rpn с коэффициентами z, из аморф на z2. Вот, да. А считать ее можем при помощи… Цепи берем с коэффициентами z. Цепи берем с коэффициентами z. Да, да. Да, да. Какие получатся, так и получатся. Если бы я здесь взял с коэффициентами z2, то давайте я тоже напомню. С коэффициентами z2 будет по z2 в каждой размерности. Потому что с коэффициентами z2 все дифференциалы будут нулевыми. У нас, ну, пропадет умножение на 2, станет тоже нулевым. Вот. А здесь нулевая, правда, у нас просто ядра нету, да? Здесь идет z2, здесь 0, здесь z2. Ну, а в конце, в конце зависит от четности n. Так? Если у нас, вот, давайте, для четно-мерного, если у нас 2k, да, то у нас последнее отображение имеет, если 2k, то оно умножение на 2, да? И мы тогда здесь будем наблюдать 0. Вот так чередуясь и дойдет, и 0, да? А если здесь будет 2k плюс 1, то здесь последнее будет нулевое, и в конце образуется z. Да? Вот. И это, кстати, вот просто фундаментальный класс, потому что это ориентированное многообразие. РПН ориентирован при нечетном n. То есть если 2k плюс 1, то то же самое будет в конце? В конце будет z, не z2. Ну, последнее отображение. Последнее будет нулевым, вот так. Вот, да. Поэтому здесь, поэтому в гомологиях образуется z, да? Вот. Вот. Хорошо. Вот это мы уже считали. Вот. А теперь я очень хочу, чтобы кто-нибудь посчитал нам когомологии. Так, а еще желающие есть? Ну, смотрите, чтобы считать, надо пользоваться опять же клеточным. Ну, то же самое определение, я же говорю, вот это можно определять с помощью сингулярного и с помощью клеточного комплекса. То, что результаты совпадают, доказывается вот точно так же, как теорема, которую мы сегодня доказывали. Надо... Надо... То есть я хочу, чтобы вот эти идеи у тебя почитали, вот какая мы сейчас должны убрать... Вот мы построили вот этот... Коэффициентной комплекс? Вот это комплекс c со звездочкой. А мы хотим... Коцепной комплекс. Значит, мы хотим... Да, мы хотим... Значит, вопрос про когомологии РПН с коэффициентами тоже в Z. Да, это... То есть это Z. Да. Ну, то есть взять хом, а потом... Да. Готовы? Давайте. То есть это последовательность, ну, кардер ответности по одной клетке? Да. И здесь умножить на два? Ну, и здесь вот чередуются то гоморфизм умножения на два, то гоморфизм нулевой, да? То есть вот это c0, это c1, это c2, да? Не, с нуля начинается, конечно. Вот. Это клетки. А теперь мы хотим функции. Коцепной комплекс — это функция на клетках. Сейчас. А я просто посмотрю, почему здесь выше на два? Ну, коэффициенты инцидентности там, потому что там клетка как бы каждый раз два раза наматывается, иногда с сохранением ориентации, иногда с обратной ориентацией. Получается в зависимости от этого ноль или два. Вот эти ориентации мы уже считали, вот как бы то, что именно такие, это мы как-то делали. Будет он сам? Будет он сам не может быть, потому что он в другую сторону. Но умножением на два он будет. Да. Только точность, если хом применить к этому, как бы точность-то она с одной стороны только будет. А точность? А точности здесь нету, это цепной комплекс. Да. Не точность, а… Тоже? Да. Нет, тут… В Z, да. В Z, да. У нас будет просто… Да, это C с верхним индексом ноль, да. Ну, вот формально то ли на 2, то ли на минус 2, но это нам совершенно не важно. Это вопрос выбора порождающий… Да. На любой переходить на любой? Да. Это понятно. Вот смотрите, у нас есть вот эта вот формула. Если D это умножение на 2, то D это тоже умножение на 2. Сюда знака, я говорю, знак совершенно не важен. Вот. Знак – это вопрос того, как мы выбираем порождающий. У нас здесь белька – это мы из C… Из некоторой функции мы делаем функцию… Ну, как мы делаем функцию? Смотрите, если у меня функция здесь, да, как мне получить функцию здесь? Пройти и применить границы. Вот ровно… А при прохождении я на 2 умножаюсь. Да, хорошо. Теперь надо взять гомологию. Если можно, вот прям вот под этой штукой нарисуйте такую же табличку с когомологиями. Ну, чтобы оно у нас как бы одно под другим было, чтобы мы на это дело могли удобно посмотреть. Так, давайте, брат. Соответственно… Так, ну, пошло ли, то мы если берем вот здесь. Пошло ли, вот. Как только? Нет, как ноль. Нет, как ноль. Да, ядро как ноль. Нулевого гоморфизма – это все, это все Z. Да. Да. Ну, значит, смотрите, вот эти вот моменты, что нулевые, нулевые гомологии и когомологии являются Z – это просто для любого линейно связанного пространства. Ну, почему? Потому что что такое нульмерные когомологии? Коэффициенты на нульмерных симплексах, да? Неважно сингулярных или на клетках на нульмерных, да? При этом… О, функции на нульмерных симплексах. При этом, что значит, что мы факторизуем по образу? Что это за функция, которая приходит из одномерного симплекса, если она соединяет две точки? Это функция мы… Сейчас. Смотрите. Я объясняю, почему нулевые гомологии всегда Z у линейно связанного. Мы должны взять все… Вот просто сингулярные, например, считаем, что такое нульмерные симплексы, да? Нульмерные симплексы – это просто точки нашего… Нольмерный сингулярный симплекс, точки нашего пространства просто взятые отдельно, да? То есть просто любая функция на нашем пространстве, вот ни в коем случае не непрерывная, просто какая попала. Вот. Ну, а с другой стороны, смотрите, если у меня есть… Если у меня есть… Одномерный симплекс, да? То для любых двух точек я могу рассмотреть симплекс с такой… Такими концами, да? Вот. Его дельта… Ну, у меня есть как бы дельта функция этого симплекса, да? Который на этом симплексе принимает какое-то значение. Ну, от него дельта какая будет? Вот здесь плюс один, а здесь минус один добавится, правда? То есть я рассматриваю функции на пространстве, и при этом не разрешено в любой точке добавлять плюс один, а в другой убавлять минус один. И при этом делать это в любом количестве экземпляров можно и бесконечно. Вот. Ну, естественно, мы всё можем собрать в одно. Если я смотрю первый, то это будет ядро здесь, видеть на образ здесь. Ну, здесь область нулевой, а здесь ядро тоже нулевое. Ядро только нулевое. Ядро – это всё. У нулевого морфизма ядро – это всегда всё. А, ядро – это всё, да, ядро. А, ядро – это всё, а Z – это два Z. Так, и дальше такая череда. Ну, осталось разобраться с краевым эффектом, да? Ну, краевым эффектом наоборот. Если у нас нечёт, если у нас 2K и 2K плюс один, то последнее у нас 2K плюс один будет. Здесь лучше рассудить отдельно, чем… Потому что она чуть-чуть не обратная. Скажи, что вам помнят. Это. Ну, там конец. Где свет? Да? Какой-то текст. Разобраться. Ну, там конец. Ну, там конец. Там… 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 Так, то это будете… Хорошо. Так, если нечетный, то это 0. То это 0, да? Сейчас, у вас нечетное внизу. Да, у вас стрелки, стрелочки не в ту сторону. У вас стрелки, как будто это гомология. Если нечетный, то будет 0. Нет, стоп. Если четный, то умножение надо. Если четный, то умножение надо. То есть, обратитесь. Да. Значит, если четный, то будет Z2? Да. Умножились на 2. Если не четный, то умножились. Так, какие будут последние когомологии? З2. Ну, все. Я нечет. Это, у нас, как нечет. То есть, у нас будет… З2 – это все. З2 – это все. а у и трое это все а у 0 вот хорошо немножко другая картинка там в одном случае было 0 в другом цвет здесь в одном случае за 2 и кстати кстати z в том же самом случае на собственно когда многообразие ориентируема и связано у нее старшие гомологии к гомологии это z но значит старшие гомологии на не всегда порождаются фундаментальным циклом а старший к гомологии но вот если проводить аналогию с малый эндерама они порождаются старшей формой форма объем на природе так хорошо значит спасибо значит что здесь очень важно на что посмотреть никакого результата что это home из гомологии z нету вот это собственно 1 1 и самый важный пример когда его нет хомы за 2 в z это просто 0 нас нет гомортизм за 2 вот так что здесь более-менее еще как-то новую из нулевой получается не нулевая это вот значит вообще говоря вообще говоря но я чё-то чувствую что мне этого не хочется рассказывать в курсе не то что не хочется а просто что хочется рассказать другие вещи потому что иначе я вообще ничего не успею значит вот есть очень хороший вопрос как связанные гомологии с какими-то коэффициентами и гомология съем альф ед и как связаны к гомологии с какими-то коэффициентами и гомологии с коэффициентами z вот это просто давайте я это скажу что это то что стоит посмотреть формула универсальных коэффициентов это чисто то есть вот это видимо то что я не буду рассказывать это чисто алгебраическая вещь как как связаны гомологии с коэффициентами в Z. Это можно в хатчере, можно в фаминко-фуксе. Это очень много где написано, хорошо. Как связано одно с другим. Я сейчас только скажу, что вот этот подскок на одну размерность, он абсолютно типичен. То есть верно на самом деле следующее, что если у нас есть, ну правда надо при некоторых условиях, если гомологии конечно порождены. Потому что если гомологии не конечно порождены, там непонятно что вообще. А если гомологии конечно порождены, то у нас конечнопорожденная аберевая группа, мы знаем как устроено, сколько-то слагаемых Z, и сколько-то, какое-то кручение. Вот общая картинка, когда мы, если нам известна гомология, мы хотим понять, чему изоморфна когомология. Общий ответ такой, когомологии тоже Z. Я сейчас говорю про, как если нам известна гомология какого-то X с коэффициентами Z, а мы хотим понять, как устроена когомология X в Z, ну и мы знаем, что вот это вот конечнопорожденные, например, то вполне это дело можно понять. И устроено все так, что вот если у меня была n-т группа, ну только надо знать все гомологии и все когомологии. Вот если мы берем n-т группу гомологии, то она представляется из себя Z в какой-то степени плюс кручение. Что такое кручение? Кручение Z2, Z3, какое-то количество конечных прямых слагаемых. Да, 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 это называется кручение. Вот, так вот, это называется свободной части кручения. Так вот, свободная часть в когомологиях будет такая же, а кручение пойдет в n-т первой гомологии. То есть кручение в n-т первых когомологиях такое же, как кручение в n-т гомологиях. Вот здесь у нас только кручение, вот мы это и наблюдаем. Видите, оно переходит сюда. Если я знаю, что когомология будет в основном, если когомология будет такой вид, то я точно знаю, что выглядит ваша дверничка. Как выглядит когомология. И они выглядят так, что свободная часть как бы переходит туда же, а кручение уходит на единицу большей размерности. А тут, ну, смотрите, это часть ответа, нам ответ должен быть естественный какой-то. Нет, кручение в n-т первых когомологиях, во-вторых когомологиях, кручение такое же, как в первых гомологиях. Сдвиг на один по размеру. Да, кручение происходит, вот кручение отщепляется и отправляется на один по размеру. Но тут неправильно думать, как сказать, если быть совсем аккуратным, то это не та же самая свободная часть, а это как бы двойственная этой свободная часть. И это кручение двойственно этому кручению. Ну, то есть, не то, что там есть канонический изоморфизм, канонического здесь вообще ничего нет. Но, тем не менее, это вот так устроено. Вот. То есть, у h каторг когомологии, и кручение такое же, как у каменных пирогов. Да, да. Вот. Значит, что еще отсюда можно хорошего сказать? Давайте. Да. Можно сказать вот такую вещь. что на самом деле это само по себе несложное утверждение, что в группе первых когомологий пространства никогда не бывает кручения, никогда не бывает элементов конечного порядка. Не бывает кручения. Первое, это башня после эзотики, да? Нет, ну, первое, это одномерных, одномерные когомологии, да. Ну, это довольно легко понять из того, что я сейчас сказал, но это можно понять легко напрямую. нет, это нулевые, это вы мне про нулевые говорите. Значит, ну, достаточно смотреть, когда у вас, давайте мы сейчас не будем общий случай, это в общем случае тоже верно, но можно считать, что икс это связанный цепной клеточный комплекс. если у нас, например, какой-нибудь РП2, РП3, там, там, я могу проделаться, и произведение, да, она разве не на ЗП2 дает? Она даст ЗП2 в гомологии. А, вот в гомологиях бывает, вот у нас пример, в первых гомологиях запросто бывает кручение, и ЗП2 бывает, и ЗП3 можно сделать, а вот в КОГомологиях не бывает кручения. Если верить в то, то это автоматически, потому что кручение должно переходить отсюда, а в нульмерных не бывает кручей. Вот, а можно ли это как-то напрямую увидеть? На самом деле, это совсем алгебраический факт, смотрите, если вы, вот я говорю, давайте с произвольным не мучиться, да, а вот связанный клеточный комплекс. Для несвязанного будет автоматически следовать, потому что вот, но для неклеточного чуть-чуть надо помучиться. Вот, связанный клеточный комплекс всегда можно, всегда мы это обсуждали гомотопический эквалидит клеточному комплексу с одной нульмерной клеткой. Так? Давайте напишем код цепной комплекс. Ну, сначала цепной комплекс. Раз там одна нульмерная клетка, то в размерности ноль у нас имеется Z, да, а в размерности один имеется что? Ну, что-то. Z в какой-то степени S может быть даже бесконечной, да? А в этой степени это не количество одномерных клеток? Количество одномерных клеток, да, да, да. Ну, причем может быть бесконечной, я так немножко плохо пишу, ну, в общем, прямая сумма. А здесь ядро, а здесь же следующий есть. Да, в гомологии. В мере. И в гомологиях в цепях их никогда не возникает. Вот. А в гомологиях возникать могут. Но вопрос, что мы можем сказать про этот гомоморфизм? Ну, какая-то штука. про этот гомоморфизм? Мы можем что-то очень простое сказать. Что это? Вот конкретно именно вот про этот. Из одномерных цепей в третьих цепей нульмерные. А, но он же точно нулевой. Самое простое, что может быть. Потому что любая одномерная клетка, если у нас нульмерная клетка одна, то одномерная клетка приклеивается к ней обоими концами, потому что ей больше не к чему приклеиваться. И мы получаем, когда мы границу считаем, мы получаем нульмерная клетка минус она. Мы получаем ноль. Вот это нулевой гомоморфизм. Этот уже может быть что-то довольно сложное. Да? Как будет выглядеть этот цепной комплекс? Как будет выглядеть код цепной комплекса? Здесь будет z, здесь будет z в той же самой степени s, ну, homo z в z. И здесь что-то довольно сложное, а здесь ноль. Так? И когда мы берем первые когомологии, нулевые когомологии точно будет z, а первые когомологии будет ядро вот этого гомоморфизма. Потому что факторизовать не надо. Ну и, соответственно, не поэтому без элементов в конечном порядке. Под группу в конечной, в свободной табелевой группе. Вот. Так, вот, хотел еще с вами обсудить такую штуку, чтобы не казалось, что все совсем хорошо. Некоторые вещи лучше знать, что бывает, что бывает некоторые неприятности. Вот. Ну, вот эта неприятность не то, что бывает, а вот она просто постоянно попадается. Неприятность, про которую я сейчас расскажу, она пореже с ней приходится иметь дело. Но тоже бывает, поэтому как бы вот в избежании некоторых ляпов иногда на этом месте встречаются ляпы даже в каких-то у серьезных людей в работах. Вот. Значит, вопрос такой. Можно ли придумать топологическое пространство Х такое, чтобы у него группа гомологии с коэффициентами в Z была Q? Гомологии, да. Вот. Гомологии с коэффициентами в Z, а получается такая вот группа которая огромная совершенно, с точки зрения абелевой группы совсем не конечнопорожденная. Вот, это он не конечнопорожденная. Не короченопорожденная, да. Не, ну, понятно, что этот Х не может быть конечным клеточным комплексом. Но... Конечномерным может? Конечномерным может. А, то есть, грустно? А, из конечного числа клеточек ничего не получится. Если конечный число клеточек, то у нас цепной комплекс состоит из конечнопорожденных абелевых групп, и какие любые факторы берем, остаются конечнопорожденные абелевые группы. А вот... Просто еще обращение вот есть. Ну да, вот она такая дерьмая. Обращение мы могли бы из-за этого сделать, например, как-нибудь пять раз намотать, получится... Да. Давайте сначала попроще. Вот так тоже можно. Можно... Давайте сначала вот что-нибудь такое промежуточное. Z, который добавили одну-вторую. Все рациональные числа, у которых в знаменателе могут быть только степени двойки. Ну, чуть-чуть все-таки попроще, чем Q, все-таки мы только на два можем делать. Изоморф на Z, нет, смотрите, у нас здесь, вот в этой группе, эта группа не изоморф на Z. Это группа... Это рациональные числа, в которых разрешены любые степени двойки в знаменателях. То есть рациональные числа, у которых знаменатель в степени двойки. Ну, понятно, что если мы такие складываем, то мы снова группы по сложению. Да, все по сложению. Понятно, что это не Z, потому что здесь любой элемент делится на два. Ну, и на любую степень двойки. А в Z, конечно, единица не делится на два. Вот. Так что это другого типа группы, она тоже не конечнопорожденная. Можем ли мы добиться того, что у нас были вот такие гомологи? Давайте я скажу ответ, потому что здесь, наверное, его не совсем тривиально придумать самостоятельно. Это надо, это называется, ответ называется телескоп. В топологии. Значит, потому что это выглядит вот как. Берем н-мерную сферу. Это самая н-мерная сфера, она, да, а дальше мы берем следующее. Мы берем все, давайте я вот здесь отдельно нарисую, а здесь уже будет такой телескоп нарисован. В общем, смысл такой, у меня есть отображение из сферы в себя степени 2. Давайте его выберем и зафиксируем. Я дважды могу намотать. Вот. Степени 2. вот давайте. Да? Значит, идея такая. Я беру обычный цилиндр. Так? Сфера на отрезок. Я его хочу к сфере приклеить. Но приклеить я его хочу не по-тождественному отображению, если я его по-тождественному приклеил. У меня получилось бы стакан, просто у меня сам цилиндр и получился. А я хочу его приклеить по отображению вот этому вот F. Так, по отображению F. Вот тут отображение степени 2. Вот. Да, вот-вот. Можно себя это представлять. Значит, рисовать удобно окружность. Вот окружность, мы взяли цилиндр и вот вот здесь этот цилиндр намотали на эту окружность дважды. Вот этот не настоящий цилиндр, невозможно вложить трехмерное пространство, поэтому очень трудно нарисовать. Но вот здесь происходит вот это наматывание дважды. Хорошо, мы берем следующий цилиндр и вот это вот сюда приклеиваем по отображению наматыванию дважды. Берем копию, вот цилиндр, значит, у этого цилиндра его левый конец мы приклеиваем к этой граничной сфере по отображению наматыванию дважды. Берем следующий цилиндр и его левый конец приклеиваем к этой сфере по отображению наматыванию дважды. Берем следующий конец и его левый конец приклеиваем по отображению наматыванию дважды и так далее до бесконечности. Берём всё это вместе. Но это хороший клеточный комплекс, понятно. Очень-очень просто его разбить. Вот, собственно, у нас исходный клеточный комплекс. Дальше мы приклеиваем сюда. Цилиндр разбивается на две клеточки. Можно подключить разбили на клеточку? Я даже настоящий... Нет, посмотрите. Первая, значит, сфера разбивается на две клетки. С приклеиванием. С приклеиванием. Как разбивается на клетки цилиндр? Цилиндр разбивается на сколько? Вообще, отдельно давайте нарисуем цилиндр и поймём, как мы его разбиваем на клетки. Когда мы хотим разбить на клеточки цилиндр, а мы... Нам нужно что? Нам на сфере у нас две клетки, да? И здесь две клетки, но мы выберем одну и ту же точку сферы, для простоты. Вот. В цилиндре, значит, раз, два, три, четыре, одномерная клетка и максимальная клетка. Всего шесть клеток. А три одномерные клетки? Нет. Две нулемерные, одномерные, две N-мерные и одна N-плюс-одинмерные. Сейчас... Если N равно 1, то три одномерные клетки. А, если N равно 1, три одномерные, но они как бы разного происхождения. Вот. То есть, вот, вот, точка здесь, точка здесь, да? Вот одномерные нарисованы. Так. И вот так. А все, что не нарисовано, это двумерное. Так? Вот. И теперь, когда я вот это приклеиваю, ну, у меня вот здесь уже есть отображение, да? Ну, я поверну цилиндр так, чтобы вот эта точка приклеилась к отмеченной точке здесь. А... Ну, к ней еще что-то приклеится, потому что у нас степень 2. Ну, и ладно. Вот. Вот можно рассмотреть все вот это пространство, да? Ну, мне неохота честно прямо писать клеточный комплекс, что, кстати, не очень сложно здесь, цепной комплекс. Полезное упражнение, упражнение выписать явно цепной комплекс и посчитать гомологии. Выписать явно цепной комплекс, и посчитать гомологии. Вот того телескопа, вот этот вот, вот этот вот называется телескоп, обычно обозначается Т. С коэффициентами взяли. Вот. вот, значит, хорошо, а что, да, но смотрите, я явно не хочу считать, но смотрите, вот здесь на самом деле факт такой, что гомологии, откуда им происходить? Вот здесь есть нмерные циклы. Ну, вот эти вот сферы, каждый из них есть нмерный цикл, да? Но, если я посмотрю, это нмерный цикл, я его могу гомотопировать, и он приедет в удвоенный этот, дважды, наверное, нам он. Получается, что этот нмерный цикл в гомологиях. Да, 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 каждый раз я здесь приклеиваю по F. Вот. Получается, что этот нмерный цикл, да, вот этот вот, он чего? Он в два раза больше этого. Да? А, ну так я и знал. Я все перепутал. Значит, что я перепутал? Извините, пожалуйста. Я не в ту сторону взял бесконечный телескоп. Большая. Большая. Да, то, чего я здесь написал, то, чего я здесь написал, совершенно неинтересно, то, что я написал гомотопические эквивалято-окружности. потому что в эту сторону его можно просто банально стягивать. Я вот беру каждую точку, и она едет налево. можно по-другому вот так. Нет, его надо без коней, в принципе, я такую сосиску могу бесконечно взять, да? Вот, я хочу, я нарисовал вам вправо бесконечную, а влево конечную. а надо влево бесконечно, а вправо неважно. В право, в право. А большая? Сейчас. Вот, давайте вот сюда, вот сюда возьмем. Ну, можно, 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 да, можно считать, что в другую сторону. Думаю, это вопрос, поменяем влево с правым или войдем бесконечно в ту сторону. Да, это одно и то же, конечно. Вот, значит, смотрите, это разные вещи. Значит, почему? Потому, что вот у меня каждый вот этот цикл, да, он в два раза больше вот этого. Значит, ход налево это деление класса гомологии пополам. Вот здесь класс гомологии можно бесконечно делить на два, сколько угодно раз делить на два. А если он туда был бесконечно, то его можно было бесконечно умножать на два, это совершенно неинтересно. Интересно, что это, вот, так вот, вот если вы это вот аккуратно посчитаете, то вы убедитесь, что n-т и группа гомологии это ровно вот такая вот штука z1,2. Вот, а как получить q? Ну, q получается таким же способом, надо только брать, вот у нас здесь умножение на два, да, а там надо чередовать умножение на два, на три, на пять, на все простые числа. То есть, наматать сначала два раза, потом на четвертый, а как тут стоит еще раз приклеивание в ту сторону? Нет, приклеивание, давайте я по очереди отвечу. Значит, приклеивание идет в эту сторону, то есть, вот здесь, вот здесь вот сфера, по тому же самому отображению f, справа налево, нет, справа налево, нет, правую, справа налево, правую налево, дважды, да, я приклеиваю слева, справа, то есть, как бы, смысл, смысл такой, я приклеиваю справа к тому, что уже есть, да, вот тут, но то, что уже есть, оно, то есть, вправо ходить более естественно, мы взяли, стартовали со сферы, да, и пошли, вот здесь мы не можем так сделать, да, если мы вот это отрежем, то на самом деле ничего не изменится, останется такой же телескоп, да, ну вот если нам отомене все брать нам отомене дважды, то будет вот это, вот, а надо взять какую-то последовательность простых чисел, причем, чтобы все, каждое простое число встречалось в ней бесконечное число раз, ну, это несложно написать такую последовательность, чтобы в ней каждое простое число встречалось бесконечное число раз, там куча способов, вот, если мы это сделаем так, то есть, ну, будем брать не всегда умножение на 2, а умножение на какое-то соответствующее простое число, то мы здесь куб получим, вообще, вот, аналогичным образом, вот, к чему я это, вот, это, и причем это не какая-то там экзотика, это не кантеровское множество, это клеточный комплекс, это вот то, с чем вполне, вполне реально может возникать такого рода вещи, вот, значит, чем это, с чем тут надо быть осторожным, значит, смотрите, на самом деле, есть такой естественный вопрос, ну, вот, вопрос того же типа, верно ли, что к гомологии это хом всегда, да? клеточный комплекс хороший, не, многообразие это ни в каком смысле не многообразие, он не компактный, он не, нет, это не, нет, у компактных клеточных комплексов всегда их можно разбить с конечным числом клеток, там всегда будут конечно порожденные гомологии, никаких проблем не возникнет, но с некомпактными тоже надо работать, очень часто, значит, сейчас, давайте я доскажу, с чем тут надо быть осторожным, значит, я не хочу вот про формулу универсальных коэффициентов в общем виде говорить, как выражать гомологии через когомологии, и да, и они еще есть там два типа формул универсальных коэффициентов, как когомологии через гомологии, да, и как гомологии с какими-то коэффициентами через гомологии с коэффициентами в z, то есть если мы допустим знаем, вот, первый вопрос на самом деле такой, верно ли вот это, верно ли что hnt от x с коэффициентами в z, тензорно, тензорное произведение надо объяснять, что-то не надо, я надеюсь, на g это то же самое, что hnt от x с коэффициентами в z, это как бы такой, но это опять вопрос про то же самое, мы берем, как мы получаем клеточный комплекс с коэффициентами в z, мы берем клеточный комплекс с коэффициентами в z, и тензорно умножаем его на g, а потом берем гомологию, вот это вопрос про то, тензорно умножить на g и взять гомологии, или наоборот взять гомологии, Тензор умножить на G. Одно и то же или нет? Ответ нет. Ни одно и то же. Вот он пример. Все тот же самый. Если у меня группа Z по 1, то этот тензор умножить на M, получится 0. На что? На M. Да. Но если вот этот тензор умножить на Z2, то будет Z2. Но из 0 Z2 не получится. А у РПН, гомологии с коэффициентами Z2, они и тут, и тут, и везде. Поэтому это неверно. Но есть важный случай, когда это верно. А вот вот, когда это умножает, как Z модуль? Как Z модуль, да. Вот. Есть важный случай, когда это верно, но когда это поле нулевой характеристики. То есть, когда это Q, либо R, либо C. Вот что такое. Тогда верно. На самом деле тоже неплохое упражнение. И не очень сложное. Вот. Но ключевой момент, это неверно с когомологиями. Вот. И давайте поймем, что этот телескоп дает нам очень любопытный пример в этом. с точки зрения. А какие у этого телескопа будут... Я дал упражнение вычислить в гомологии, да? Это пункт А. А пункт Б вычислить в когомологии. Того же самого телескопа. Ну, я сейчас так размахиваю руками, попытаюсь объяснить, какие они. Смотрите. Если у меня есть когомологии, то у них и должно быть некоторое значение на цикле. На этом, да? Ну, они его должны куда-то просуммировать. Значит, это функции на цепях, представляющие штуки, должно быть значение на цикле. Отлично. Это значение должно лежать в Z. Правда? Потому что у меня функция в Z. Так? Но на этом цикле значение должно быть в два раза меньше. Потому что этот цикл сюда дважды приклеивается, да? А на этом еще в два раза меньше. А на этом еще в два раза меньше. А что это за значение такое в Z, что я его могу на два делить сколько угодно раз? Только ноль. Вывод. что на самом деле ответ будет такой что н ты гомологии такие а н ты к гомологии вот а теперь что мы можем сказать про да что мы можем сказать про гомологии этого я прошу прощения у меня и t и x это одно и то же нет прокручение утверждение был для пространства конечно порожденными гомологиями а это вот заведомо не конечно порожденный случай вот а но это получается совсем аккуратно если явно написать цепной комплекс что не очень сложно у каждого цилиндра надо ввести обозначение для этих вот 6 клеток и они ну в общем это некоторые у рпн у нас каждая как бы на каждом шаге было по одной клеточке здесь у нас на каждом шаге по 6 клеток не то не так сложно это все взять и расписать значит да но либо опять же посчитав напрямую либо воспользовавшись вот этим фактом можно понять что у этого у этого телескопа гомологии с коэффициентами в q nt это просто q ну а того что на ку на ку тензорно что за это с 1 2 умножать тензорно будет быть черноку или или на примет посчитать вот ну собственно это смотреть если мы ку век ку векторное пространство порождаем этой штукой то от того что она склеивается с другим ку векторным пространство при умножении на 2 ну в результате все равно ку остается вот они просто отраслятся а какие будут энмерные к гомологии с коэффициентами в q ну вот здесь мы можем смело пользоваться я говорю это вот просто упражнение полиминал для поля это просто home из гомологии поэтому это тоже q вот мы пришли к некоторым парадоксальным моментов да здесь конечно тоже т вот парадоксальный момент заключается в сопоставлении вот этих вот двух моментов nt и q гомологии с коэффициентами в z нулевые а nt и q гомологии с коэффициентами в q не нулевые q то есть вот 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 это вот для q верно для гомологии и совершенно неверно вообще говоря для кого мало верно тоже там при некоторым утверждениях конечно порожденности но в общей ситуации совершенно неверно вот в общем это некоторые такие вот подводные камни которые стоит иметь ввиду вот что вот не надо думать вот так вот такая наивная точка зрения что как гомологии на функции на гомологии вот она сразу по ряду причин неверно потому что вот это вот взятие двойственного не коммутирует с тем что мы берем home вот вот ну вот вот давайте на этом сегодня закончим время подошло ладно спасибо